Здравствуйте! В студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня в программе «Экстренный выезд» мы расскажем вам о дорожных происшествиях и совершенных преступлениях в Обнинске и ближайших городах за прошедшую неделю. Украли и сожгли дотла. Пропавшую с парковки «Газель» тем же вечером обнаружили дачники. Вооруженный опасен. Поход за покупками для мужчины с ребенком закончился по ножовщиной. Заставленные вещи водитель ответственности не несет. Из пассажирского автобуса украдена сумка с крупной суммой денег. Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. 14 августа в 9.30 произошло столкновение КамАЗа с автомобилем «Волга». Грузовик двигался по Варшавскому шоссе, выехал водитель на участок с круговым движением на зеленый свет светофора. В этот момент в него сбоку врезался автомобиль «Волга», двигавшийся по трассе М3 «Украина». Удар получился сильным, легковушку развернуло на шоссе, но, к счастью, обошлось без пострадавших. В 9 часов 50 минут произошло ДТП на Варшавском шоссе. Рядом с поворотом на Жуков перед пешеходным переходом водитель автомобиля «Рено» остановился, чтобы пропустить людей. На этот маневр не успел среагировать мужчина за рулем «Волги». В результате столкновения никто не пострадал. В 10 утра автомобили «Вольво» и «КамАЗ» стали участниками дорожно-транспортного происшествия на южном выезде из Обнинска. По словам мужчины, находившегося за рулем легковушки, грузовик продолжил движение по трассе М3 «Украина» на красный сигнал светофора. Как раз в это время «Вольво» пересекал трассу по направлению к Варшавскому шоссе. Подробнее обстоятельства этого происшествия установят сотрудники ГИБДД. В 11.30 недалеко от южного выезда из Обнинска произошло еще одно ДТП. Автомобиль «Понтиак» двигался в сторону проезда под железнодорожными путями. Когда он начал поворот с улицы Комсомольской, произошло столкновение с внедорожником «Лэндровер», водитель которого, миновав проезд под железной дорогой, повернул налево. Вероятно, причиной этого дорожно-транспортного происшествия стала невнимательность водителей. В час дня во дворе жилого дома на проспекте Маркса не смогли поделить дорогу автомобили «Киа» и «Шевроле». Последний двигался изнутри дворового проезда в сторону улицы Белкинской. На пересечении с дорогой, ведущей к соседнему дому, произошло столкновение с «Киа». Удар был не сильным, никто не пострадал. Около 16 часов произошло ДТП на пересечении проспекта Маркса с улицей Гагарина. Водитель автомобиля «Форд» притормозил, чтобы пропустить едущие по главной дороге машины. На снижение скорости не успел среагировать водитель «Мазды». Удар пришелся по задней части кузова «Форда». К счастью, обошлось без пострадавших. Около 7 часов вечера из подъезда жилого дома номер 17-Б по улице Энгельса был украден велосипед. Транспортное средство хозяин оставил пристегнутым тросом к трубе отопления. Молодой человек пояснил, что велосипед принадлежит не ему, а находится во временном пользовании. Поэтому никаких документов на транспортное средство у него не оказалось. Ведется следствие. Этим же вечером в отделении банка, расположенного по адресу улицы Аксенова, дом 16, была обнаружена поддельная купюра номиналом 5000 рублей. Фальшивка весьма низкого качества. Отличить банкноту от оригинала можно даже невооруженным глазом. 15 августа около 11 часов утра неизвестный мужчина 35-40 лет в здании телерадиокомпании, находящемся рядом с домом номер 27 на улице Курчатова, совершил кражу. Открыв офисные помещения и методом подбора ключей, он завладел небольшой суммой наличных денег. Мужчина славянской внешности рос примерно 170-175 см, плотного телосложения, волосы русые. Сотрудники полиции просят тех, кто располагает какую-либо информацию о местонахождении этого мужчины, позвонить по телефону в Обнинске 4-98-32-498-02-498-11. 15 августа около 3-х часов ночи была совершена кража из грузового автомобиля, припаркованного около дома номер 37. Водительный ледомбойщик, оставшись ночевать в своем автомобиле, проснулся ночью и решил сходить в ближайший продуктовый магазин за водой. По словам мужчины, он оставил свое транспортное средство не более чем на 10 минут, а когда вернулся, обнаружил, что стекла кабины разбиты, а из машины пропали наличные деньги – 5 тысяч долларов. Ведется следствие. Сразу два свадебных торжества, проходивших в Обнинске в выходные дни, оказались омрачнены тем, что машины из праздничного кортежа стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Автомобили «Шевроле» и «ВАЗ-2107» не смогли разъехаться рядом с поворотом на улице Курчатова. К счастью, столкновение было не сильным, никто не пострадал. Причины произошедшего ДТП установят сотрудники ГИБДД. В 8 часов утра владелец микроавтобуса «Газель» обнаружил пропажу своей машины. Мужчина припарковал автомобиль возле жилого дома номер 43 по улице Комсомольской накануне вечером около 8 часов, а утром автомобиля уже не было. Стоимость «Газели» с учетом износа составляет 50 тысяч рублей. Поиски пропавшего транспортного средства заняли у сотрудников полиции всего один день. Уже вечером около 7 часов в город-отдел МВД поступил звонок от жителей Обнинска, обнаруживших брошенную «Газель» в лесу недалеко от Кончаловских гор. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что машина полностью сгорела. Установить владельца машины удалось по номеру кузова. В 14.00 на 105-м километре трассы М3 Украины произошло ДТП. Перед красным сигналом светофора транспортный поток остановился. Последним в ряду оказался автомобиль «Хонда». Вероятно, водитель «Пежо», двигавшийся следом, не успел среагировать на торможение и врезался в заднюю часть «Хонды». К счастью, обошлось без пострадавших. Примерно в это же время произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. На 102-м километре трассы М3 Украины перед пешеходным переходом водитель автомобиля «Митсубиси» притормозил. На это, вероятно, не успел среагировать мужчина за рулем Влада Калины. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. В три часа дня произошло еще одно ДТП. На этот раз автомобили не сумели разъехаться на 101-м километре Киевского шоссе. Из-за предыдущего дорожно-транспортного происшествия на этом участке дороги образовался затор. Последним в ряду оказался автомобиль «Хендай». Водитель «Ауди», видимо, отвлекся и не успел затормозить. Обошлось без пострадавших. В это же время произошло еще одно ДТП, на этот раз в черте города. На улице Курчатова с парковки выезжал «Фольксваген». А водитель автомобиля «Шевроле» как раз решил припарковаться. Скорее всего, из-за невнимательности между ними произошло столкновение. Теперь обоим автомобилям потребуется ремонт. Распитие алкоголя в общественных местах строго запрещено. И все же не проходит ни одного выходного дня, чтобы в дежурную часть Обнинского МВД не попадали любители выбить коричительного прямо на улице. Вот эти две женщины были задержаны сотрудниками полиции именно за распитие спиртного. Находясь в отделении, женщины стали вести себя спокойнее и были отпущены после составления протокола. Около трех часов дня сотрудники Обнинского отдела МВД задержали молодую женщину, которая находится в федеральном розыске за преступления, совершенные на территории Боровского района. Задержанная полностью отрицала свое отношение к вменяемым ей правонарушениям. Конечно, нельзя исключать и возможность ошибки. Однако, судя по документам, именно эта женщина разыскивается сотрудниками полиции уже несколько месяцев. Не оставляйте свои вещи без присмотра. Прямо из автобуса, двигавшегося по маршруту Козельск-Москва, была украдена сумка с личными вещами одного из пассажиров. Хозяин сумки решил дойти до магазина, купить воды и покурить. Чтобы не нести с собой довольно тяжелую сумку, он оставил ее под сидением автобуса. Когда же мужчина вернулся, сумки уже не было. На камерах видеонаблюдения отчетливо видно, как трое неизвестных выносят сумку из транспортного средства и забирают из нее наиболее ценные вещи. Ведется следствие. Накануне вечера молодая женщина совершила кражу в продуктовом супермаркете, расположенном по адресу улица Звездная, дом 5. Злоумышленница, зайдя в торговый зал под видом внимательного рассматривания товаров, сумела незаметно положить к себе в сумку продукты питания и несколько банок шампуня. Затем покинула магазин, виновав кассу. Только 15 августа сотрудники магазина, просматривая записи камер видеонаблюдения, смогли обнаружить совершенную кражу. Ущерб составил около полутора тысяч рублей. 16 августа в 8 часов утра сотрудники полиции прибыли по адресу улица Гагарина, 32. Здесь накануне вечером, ложась спать, хозяева одной из квартир на третьем этаже забыли запереть входную дверь. Утром они обнаружили пропажу верхней одежды из коридора и женской сумки, в которой находились банковские карты, документы, мобильный телефон и наличные деньги. Свой ущерб потерпевшие оценили в 11 тысяч рублей. Примерно в это же время молодой человек, проживающий по адресу проспект Ленина, дом 16, обнаружил, что его мотоцикл пропал с парковки возле дома. Своё транспортное средство мужчина оставил перед подъездом накануне вечером около 22 часов. Выяснить, куда и с чьей помощью уехал мотоцикл с парковки, предстоит сотрудникам полиции. 16 августа в продуктовом супермаркете по адресу проспект Маркса, дом 30, произошла кража. Молодой человек с маленьким ребенком в коляске вошел в торговый зал и, взяв с полок несколько товаров, положил их в коляску, после чего покинул магазин. Сотрудник охраны, заметив совершенное правонарушение, уже на улице догнал вора и попытался остановить. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой охранник получил ножевое ранение. К тому моменту, когда мужчина сумел позвать на помощь, правонарушитель уже скрылся с места преступления. Сейчас ведется следствие и розыск злоумышленника. Сотрудники полиции просят свидетелей помочь в установлении личности этого человека. Его приметы на вид около 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темные средней длины. Был одет в белую рубашку, заправленную в светло-синие джинсы, на ногах светлые туфли. Мужчина шел с прогулочной коляской света молочного цвета. Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацию о разыскиваемом преступнике, сообщить по телефону в Обнинске 4-98-04, 4-98-11, 4-98-05 или 02. Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются. Около трех часов дня на парковке крупного торгового центра произошла кража. Мужчина, приехавший за покупками, оставил свое транспортное средство на парковке и отправился в магазин. Через некоторое время к стоянке подъехала девушка-велосипедист. Заднее колесо ее велосипеда было пробито и спущено. Предприимчивая девушка решила проблему без обращения в службу ремонта. Она просто оставила на парковке свой велосипед и продолжила путь на том, что стоял рядом. Когда мужчина вышел из торгового центра, он обнаружил пропажу своего транспортного средства и вызвал сотрудников полиции. Сумма ущерба составляет около 5 тысяч рублей. В 16.30 дежурной частью МВД по городу Обнинску поступило сообщение от молодого человека, который обнаружил пропажу своего телефона, находясь в торговом центре на улице Красных Зорь. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, молодой человек рассказал, что, вероятно, потерял свой мобильный во время примерки обуви. Я понял труд, с ней разговаривал, после чего уже был закончен разговор. И, скорее всего, я предполагаю, на 90% я положил телефон сюда. После этого молодой человек с другом покинули обувной магазин и спустились этажом ниже, в супермаркет. Когда потерпевший обнаружил пропажу телефона, он попросил друга позвонить на свой номер. Но к тому моменту гаджет был уже выключен. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Около пяти часов вечера житель Обнинска обнаружил на обочине дороги улицы Курчатова молодую женщину. Басая в синяках и ссадинах, она не могла даже внятно ответить на вопросы. Мужчина вызвал скорую помощь. Вероятнее всего, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. Сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы, а после в продолжении программы «Экстренный выезд» вы увидите. Камеры хранения в обнинских магазинах не гарантия сохранности оставленных в них вещей. Женщина, понадеявшись на безопасность ячейки, осталась без сумки. Осторожно, мошенники! Двое неизвестных под видом владельцев торговой площади завладели суммой более 50 тысяч рублей. Гости Нукограда и Смоленска лишились сумочки, заснув в подъезде жилого дома. Эти и другие происшествия в Обнинске вы увидите через несколько минут. Не переключайтесь. 17 августа около 11 часов утра на 101-м километре трассы М3 Украины произошло столкновение автомобиля «Опеля» с грузовиком «ДАВ». Дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что на проезжую часть резко выбежал пешеход. Выйдя из автобуса, он решил не терять времени и сразу перейти на противоположную сторону трассы. Водитель «Опеля» успел затормозить перед пешеходным переходом, а вот ехавшая позади него фура не предназначена для таких резких маневров. Из-за огромной массы грузовик ударил «Опель» сбоку. От удара у легковушки полностью снесена левая дверь. К счастью, люди не пострадали. Около полудня в магазине одежды, расположенном по адресу улицы Железнодорожная, 7, произошла кража. Молодая женщина, выбрав себе несколько вещей, зашла в примерочную кабину. Затем она решила взять для примерки еще один предмет одежды и вышла из-за занавески в торговый зал. В примерочной кабине остался ее мобильный телефон. А когда буквально через минуту девушка вернулась, телефона там уже не оказалось. Сумма ущерба оценена в 10 тысяч рублей. Около двух часов дня в отделении банка, расположенного по адресу улицы Аксенова, дом 16, была обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тысяч рублей. Согласно документам, эта банкнота поступила в общей сумме выручки одного из продуктовых супермаркетов города Жуково. Подделка оказалась хорошего качества. Определить, что деньги не настоящие на глаз, очень сложно. Вернувшиеся из поездки жители Обнинска обнаружили пропажу своего велосипеда. На третьем этаже дома номер 160 по проспекту Ленина жильцы часто оставляют свои вещи – коляски, велосипеды и даже бытовую технику. Причем никаких мер безопасности предпринимать никто не пытается. Велосипед даже не был пристегнут тросом. Пропавшее транспортное средство было приобретено в 2005 году за крупную сумму – 800 долларов. Около 17 часов в Обнинске на проспекте Маркса произошло столкновение грузовика с автомобилем «Фольксваген». Водитель самосвала решил повернуть в разрыв дороги и включил сигнал поворота. Вот только лампочка оказалась перегоревшей. Возможно, из-за этого ехавший по левой полосе «Фольксваген» оказался сжат между массивным грузовиком и бордюром. К счастью, обошлось без пострадавших. В 8 вечера произошло ДТП на улице Красных Зорь. Пассажирская «Газель» задним ходом отъезжала с парковки. И водитель, вероятно, не заметил, что по главной дороге двигается микроавтобус марки «Рено». Произошло столкновение – ни водители, ни пассажиры не пострадали. Примерно в это же время была совершена кража в продуктовом супермаркете по адресу улицы Гагарина, 35. Девушка, заходя в торговый зал, оставила свой пакет в ячейке камеры хранения и отправилась за покупками. С выбором продуктов она управилась буквально за 5 минут, но когда вышла, обнаружила, что ячейка открыта и пакет пропал. В нем были документы, в том числе диплом о высшем образовании и дорогие косметические средства. Свой ущерб потерпевшая оценила в 3,5 тысячи рублей. Сотрудники полиции, просмотрев записи камер видеонаблюдения, без особого труда обнаружили злоумышленника. Молодой человек, стоя у терминала оплаты, вскрыл камеру хранения и покинул магазин с пакетом в руках. На его поимку обнинским полицейским потребовалось всего полчаса. Теперь его судьбу определит суд. 18 августа около 13 часов двое мужчин в возрасте от 40 до 45 лет обманом завладели денежными средствами двоих предпринимателей. Эти двое представились сотрудниками администрации торгового центра и требовали от арендаторов выплатить деньги за аренду занимаемой ими торговой площади. В результате своих действий мужчины завладели суммами в 12 и 45 тысяч рублей. Оба мужчины славянской внешности, рост первого примерно 180-185 см, второй около 170 см. Оба худощавого телосложения, волосы русые. Сотрудники полиции просят тех, кто располагает какую-либо информацию о местонахождении этих мужчин, позвонить по телефону в Обнинске 498-32-498-02-498-11. 18 августа в 11 часов утра произошло ДТП на 99-м километре трассы М3 Украина. Автомобиль Nissan, в салоне которого находилась семья, возвращающаяся с дачи в город, двигался в сторону Москвы. По словам мужчины, находившегося за рулем, в какой-то момент по задней части машины пришелся удар. Единственное, что успел рассмотреть водитель, это то, что зацепило его иномарка голубого цвета. В результате мужчина не справился с управлением тяжело нагруженного автомобиля и Nissan оказался в кювете. К счастью, никто не пострадал. Водитель неустановленной голубой иномарки скрылся с места происшествия. Около полудня сотрудники госавтоинспекции прибыли на участок трассы М3 Украина рядом с деревней Мишково. Здесь не смогли поделить дорогу автомобиль маркер «Ино» и грузовик. Вероятно, водитель легковушки снизил скорость перед пешеходным переходом, а тяжелая Scania не успела затормозить. Удар получился не сильным, обошлось без пострадавших. Меньше чем через полчаса в Обнинске произошло еще одно ДТП. На перекрестке рядом с южным выездом из города женщина за рулем Chevrolet, двигавшимся со стороны столицы, решила развернуться. Видимо, начав свой маневр, девушка не учла, что двигающиеся ей навстречу автомобили могут не успеть снизить скорость. Так и получилось. Синий мини-купер, ехавший со стороны Калуги, врезался в Chevrolet на полной скорости. Удар получился сильным, обе машины серьезно повреждены. Для их транспортировки потребовался эвакуатор. К счастью, водители не пострадали. В два часа дня на улице Королева жительница Обнинска попала под колеса иномарки. Автомобиль Peugeot двигался в сторону пересечения Королева с проспектом Маркса, когда женщина решила пересечь проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована в клиническую больницу номер 8. Около трех часов дня молодой житель Обнинска пытался совершить кражу в одном из магазинов электроники, расположенном по адресу улицы Аксенова, дом 6. Мужчина просто оторвал от понравившегося планшета датчик безопасности и направился на выход. Сотрудникам магазина пришлось запереть злоумышленника в подсобном помещении, чтобы тот не скрылся до приезда полиции. 18 августа произошло еще одно ДТП. На улице Курчатова водитель автомобиля марки Audi поторопился совершить маневр поворота и врезался в едущий по главной дороге Volkswagen. Вероятно, это дорожно-транспортное происшествие, как и большинство других, произошло из-за невнимательности водителей. 19 августа в 10.30 утра на парковке одного из придорожных кафе, расположенных на 101-м километре трассы М3 Украина, произошло столкновение автомобилей Renault и Mercedes. Оба водителя начали маневр выезда с парковочного места в один момент времени и не смогли быстро среагировать на резкое сближение. В результате произошло столкновение задних частей кузова. Удар был не сильным, никто не пострадал. Около двух часов дня следственная группа МВД по городу Обнинску приехала по адресу улицы Калужская, дом 9. Здесь еще 15 августа была совершена кража. Жительница Смоленска приехала в Обнинск рано утром повидать родственников, однако дома никого не оказалось. Ну я решила, так сказать, посидеть на лестничной площадке и уснула. Уснули? Ну, ждали, да? Ну да, ждала и буду. И где-то, я не знаю, может быть, полчаса или где-то, в течение 40 минут где-то. Я проснулась от того, что дверь хлопнула в подъезде. В этот момент девушка и поняла, что у нее пропала сумка, в которой находился мобильный телефон, ключи от квартиры и наличные деньги. Общая сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей. В 16.30 сотрудники продуктового супермаркета, расположенного по адресу улицы Аксенова, дом 6, сумели задержать молодого человека, который пытался вынести из магазина коньяк. Его действия охрана увидела на записи камеры видеонаблюдения и уже на выходе из торгового помещения остановили злоумышленника. 24-летний житель Обнинска утверждает, что просто забыл выложить бутылку из кармана, однако администрация супермаркета все же вызвала сотрудников полиции. Около половины шестого вечера на 101-м километре трассы М3 Украина произошло еще одно ДТП. Автомобиль ДЭО врезался в затормозивший перед маневром поворота микроавтобус Мерседес. К счастью, в автобусе не было пассажиров, так что, несмотря на сильный удар, никто не пострадал. В 6 часов вечера в супермаркете, расположенном по адресу проспект Маркса, дом 72, произошла кража. Жительница Обнинска, придя за покупками, оставила свою сумку в ячейке камеры хранения, а когда вернулась с приобретенными продуктами и открыла дверцу ячейки, обнаружила, что ее сумка пропала. На записи камеры видеонаблюдения отчетливо видно, как двое молодых людей, выйдя из торгового зала, открыли ячейку ключом, забрали сумку и покинули здание. По данному факту ведется следствие. Около 18.30 на пересечении проспектов Маркса и Ленина не смогли поделить дорогу автомобилей Volkswagen и Mitsubishi. Одновременно начав поворачивать в сторону городского дома ученых, водители не смогли сохранить достаточную дистанцию и столкнулись с боковыми дверями автомобилей. Обошлось без пострадавших. 20 августа сотрудникам Обнинского отдела МВД удалось раскрыть сразу несколько преступлений, совершенных на этой неделе. 20 августа около 8 часов утра в дежурную часть город-дела МВД поступило сообщение от Обнинцев, которые, возвращаясь с дачи, обнаружили в пролеске недалеко от очистных сооружений брошенный мотоцикл. Прибывшие на указанное место сотрудники полиции установили, что это транспортное средство, об угоне которого владелец заявил несколькими днями ранее, 16 августа. Провода зажигания мотоцикла были соединены напрямую, а зеркала бокового вида сломаны. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению зломышленника. В четверг сотрудникам полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось найти еще одно украденное транспортное средство. Велосипед, пропавший с парковки возле торгового центра по адресу проспект Маркса, 45, теперь смогут вернуть владельцу. Вором оказалась 10-летняя девочка, которой вместе со значительно более взрослой подругой совершили две кражи велосипедов. Кроме того, ребенок подозревается в совершении еще нескольких более мелких краж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А самые интересные и захватывающие видеокадры, снятые вами, вы можете присылать на нашу электронную почту. Берегите себя, до встречи и всем хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова